фрагмент of him фрагмент of him ребята геймплей геймплей что здесь у нас вперед назад право влево хэст лэфт хэст лэфт не жирно не жирно так и вирон мент валум sound effect в ломбой с валум лул что разрешение 1024 на 768 люль вэри хайх резолюшен вэри лонг лардж хайх блум вигнет и сан шафт так ну вроде бы все настройки по максималке ну давайте стартанем посмотрим что там дальше будет дальше будет ла один но достаточно быстрый так обучалочка идем вперед очень медленно он идет вперед почему-то и нажимаем кнопочку левенькую и появляется какой-то мужик который берет ключи что ли что ли и идет куда-то к двери наверно на выход к машине своей скорее всего и мы идем туда же хоп нажимаем открывается дверь мужичок идет дальше таким расслабленным шагом такой хоп-хоп-хоп пошел пошел ну и мы заходим в эту дверь в темноту и не знаем что у нас там ждет а тут нас ждет ла один лаганин ну хотя бы не сильно долгий это радует так здесь у нас что-то спрашивают ребята ай лав ю хэй вы кудей бай хэри сию тунайд сэй носилх ничего не говорить вот это скажет и что так пока это все очень странно ребята очень странно я бы не сказал что интересно да неплохо чтобы перевод был хотя тут не сложные английский но я даже такого не знаю не хочется его учить все из-за линии ребят все из-за линии так ребята идем дальше о наконец-то тёлки начали появляться какой-то но тот же самый а но мы не можем тут пройти тут все перекрыто до графончик конечно они подумали зачем делать текстуры если можно закосить под какой-то арт-хаус и все сделать каким-то серым и безликим блять и сделать только два цвета красный синий и желтый и серый тут через четырех цветовая гамма блять а я поеду на лифте а ты пешком иди что-то как-то я то ли делаю предположение как этот мужик выходил то ли я могу как бы вместо него делать выбор и вот например будет он спускаться по лестнице или на лифте хотя толку от этого давайте ребят немножко снизим еще аудио эффекты потому что я думаю я думаю может что-то она орать будет хотя не знаю но на всякий случай не хотелось бы что-то такой вот супер крутой лифт почему экран с этими с полосками вверху и внизу это не сильно прикольно или они исчезают до периодически как-то я не обратил внимание да нет они не исчезают вы даже во время так сказать геймплея хотя назвать это геймплеем честно говоря не сильно получается потому что это какой-то я не знаю даже что смотрите какие великолепные машины опять же это двух цветовая гамма серый и белый белый цвет появился но он тоже он даже не белая какой-то тоже серый только ярко серый хотя да пусть белый будет так но здесь мы ни черта не можем сделать мы можем просто походить посмотреть по этому демо уровню и подойти к этому мужику он сделается с оранжевым говорю желтым контуром нажать на него кликнуть супер геймплей и начнет исчезать и сейчас появится возле тачки на а теперь мы должны подойти к тачке она красится в желтый контур мент кликаем и садимся типа в тачку до супер геймплей очень задорная игрушка меня очень вдохновляет очень нравится давно в такое не играл но принципе сейчас это модно делать вот эти все бродилки бессмысленные когда ты просто ходишь и смотришь по сторонам ни черта но делает их из-за того что это проще чем сделать какую-то более сложную игру которая нужно сделать геймплей добавить какой-то они просто как будто ты участвуешь какой-то интерактивной книге ну давай езжай уже кстати педали нет и даже еще один цвет появился красный ну тоже он такой не красный какой-то розовый пристегнись давай езжай еще тебе куда-то кликнуть да давай снимай с ручника еще тебе что-то кликнуть не наконец-то ты поехал играет легкая музыка и мы куда-то едем куда мы едем непонятно я просто вишу в воздухе над креслом хотя бы сделали ноги я не знаю да ребятки решили сэкономить на делать текстуры если все можно закосить по дракхаус и все сделать типа черно-белым это ж так будет круто выглядеть и необычно она Speaking publicly языке она команда which уже непонятно это Ну, хотя бы отражение в окнах есть, и то уже круто. В кафешку, что ли, приехали? Или в ресторан? Я всегда смешиваю, когда я вижу это место. Может быть, мы идем туда ночью. Даже не знаю, нахрен я решил записать эту игру, да еще с этим, с комментариями. О, зеленый свет появился, еще один. Как-то просто подряд записал только что Survarium. На ПТС-042. Посмотрел, что там, как. Ну, там мало изменений. Практически нет. И думаю, вот вышла эта игрушка, думаю, и ее запишу. А здесь такое говно, блядь. Что-то мне казалось, как-то, может, тут будет побольше экшена. Нет, нет, я ошибался. Да еще и приветствую сознание английского языка. На-на, блядь. К разам переехала, блядь. Так, смотрите, во время загрузок показывается... А что это показывается? ФПС, что ли? Или это проценты загрузки? Что это вообще такое? Что? Это тоже мужик? Да. Что-то тут не то, ребята. Подымайтесь. Всего дня я должен ходить на работу, блядь. Всего дня. Как оно уже за факин сшит. Но все же, все же. Всего дня. Что ты там? Сразу будешь пить? Что там у тебя стоит? Водичка. Я всегда любил эту эффективность, но я сейчас чувствую себя встану. Я должен смотреть на это. Кстати, почему играет музыка? Кто-то может мне сказать? А потому что она играет из-за того, что здесь... Музыка, как бы... Или вот это музыка или нет? Что это? Да, это была музыка. Я ее отрубил. Ой, короче, надо уже заканчивать. Это и так сильно много внимания этой игре. Да, какая-то игра. Это не игра, это просто интерактивная история. Как книжка, рассказ только на компьютере. Где ты еще можешь там походить среди главных действующих лиц и кликнуть левой мышкой, левой клавишей. Типа взаимодействия, хотя никакого взаимодействия по сути нет. Таким самым успехом можно было просто... Просто поставить меня вот здесь посреди комнаты и рассказывать, а я просто мог только крутиться по сторонам и все. На каком движке, кстати, все это сделано, я не знаю. Возможно на Unity, возможно на Unreal, хотя вроде никаких заставок вначале я не видел, как обычно. Идет заставка там Unity или Unreal, если сделано на этих движках. Но там, бог его знает. Сейчас, в принципе, только на этих движках все и делают. Я не знаю, что-то на этих движках. Я очень фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Я же фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. О, чайник, рок-н-рол. Чаок. Что там тебе? Как всегда, кликнуть. Ты не знаешь, куда чайник ставить? Стал называть. Что это? А это чай у него там хранится? В таком сундуке, блядь. Что там тебе? О, снова загрузка. Ну, что-то как-то по движку вроде на Unreal смахивает, хотя хрен его знает. Какая разница, чего гадать? Это его детство. Ой, короче, ребята, надо заканчивать. Это... Не запускайте это, не играйте в это. Почитайте лучше книжку какую-нибудь. Это ж не игра. Все, ребят, все. Не буду я опять в каждую фигню подходить, дотрагиваться. Будут мне что-то там рассказывать. Какие-то баллады. Поэтому, ребят, ну что, даже не устанавливайте, даже не запускайте, даже не играйте. Это не игра. Это просто интерактивная история. Нас наебали. Все, ребят, давайте комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.